здрасьте всем друзья привет уленьки отрадная долина еще 50 часов наиграно на карте даже чуть больше но так получилось и в общем то давайте опять небольшая экскурсия о том что у нас изменилось за последние 50 часов пойдем прогуляемся по нашим полям по нашей технике все посмотрим начнем наверное мы давайте с полей значится новых полей никаких нету да сейчас утро скоро придется работать значит смотрите у нас здесь растет сахарный тростник один раз я его уже убрал на выходе получилось полтора миллиона с этого поля сахарного тростника и я его уберу еще раз и потом засажу что нибудь другое один прицеп из этого я отвез на переработку топлива в общем то тоже потом покажу также у нас есть еще три поля и на этих всех трех полях растет кофе растет он долго но стоит падла дорого это чисто для денег у меня здесь растет поэтому в общем то все хорошо также с этих полей до этого мы убрали кукурузу на двух полях росла кукуруза 300 кубов получилось это у нас тоже для топлива а также конопля росла и кофе рос до конопли почти 600 кубов это еще первой серии то что я показывал и кофе было убрано не было продано в принципе можно продать вот по 2000 почти 4 миллиона здесь как с куста получится 2 миллиона прошу прощения но пока сильной потребности в деньгах нету пускай лежит мак я также убрал 300 кубов получилось это с маленького поля тоже довольно урожайная культура и клевер для травы я тоже сажал на 37 убрал миллион травы где-то получился и соответственно 80 кубов клевера на хрена он нужен не знаю может быть это даже случилось до 1 серии не помню но это не важно также друзья вот тут вот рядом у нас находится такое вот озеро точнее площадка для озера было шел дождик и я решил купить эту самую площадку потому что здесь у нас появляется ил насколько я понимаю он регенерирует со временем я его в общем-то собираю здесь для одного из наших производств также около базы я показывал нас стоит шелл производства топлива здесь у нас запущены все четыре линии их нужно будет уже немножко добавить в общем-то займемся этим ближайшее время но по крайней мере сейчас у нас более-менее быстро производится топливо и вот за ночь она на 50 кубов накопилось топлива нам надо вроде как на карте есть еще завод нпз но я еще не сильно разобрался что там с ним делать потому что там вроде как нужно нефть а для того чтобы ее получить насколько я понял из гайда нужны алюминиевые листы а для того чтобы получить алюминиевые листы нужно нефть и что-то как-то вот меня это немножко смущает ну ладно потом разберемся также друзья на базе у нас появилась вот такая вот хреновина это производство удобрений вот она я сейчас произвожу свои удобрения они производятся из воды и ила по сути дела не на продажу они у меня идут хотя можно на этом неплохие деньги делать довольно читерская херня если так посмотреть этими удобрениями я удобряю поля по контрактам тоже полезное занятие также друзья у нас появилась немножко новой техники сейчас я ее найду и вам покажу во первых да я прикупил вот такого вот мана голубенького но немножко грязный поэтому не совсем голубенький в цвет не холода выкрашен и прицеп платформа для сбора тюков я начал еще делать контракты на тюки соответственно и косилка у нас тоже появилась и тюкалка у нас появилась такая вот крутая хотя обнаружил я что она мотает тюки по 3 куба они по 4 так что может быть и не самая крутая тюкалка которую можно себе представить короче она выполняет контракты на тюковку и тоже все хорошо вот эту штуку я один раз тоже уже использовал 76 километров и 78 почти часов она у нас наездила намотала 15 тюков хлопка 300 кубов почти что это была друзья уборка 81 поля 8 часов выполнялся контракт также была контракт у меня на посев 80 поле там заселся хлопок его я тоже выполнял порядка 10 часов где-то потому что сажал к и там полтора куба всего емкость семян и сколько раз на базу ездил пополняться я вообще не представляю я как-то там что-то посчитал по у 40 раз его нужно было съездить пополниться не помню почему у меня такая цифра в голове но это неважно в общем-то когда будет уборка хлопка если будет этот контракт на уборку хлопка я его возьму и без понятия сколько по времени он будет убираться но скорее всего там будет довольно жирный контракт так что эту штуку я тоже немножко поиспользовал звучи простаивать правильно а также друзья у меня еще появилась вот такая вот хреновина это трактор старая с вот такой вот платформой помощью этой штуки я делаю контракты на перевозку они иногда довольно жирные получаются там по 50 тысяч платят за то чтобы перевести 6 поддонов несчастных прикол в том что как правило перевозки идут из одного конца карты в другой и этот трактор едет полчаса с одного места на другое я специально взял трактор который ей 30 км в час я вообще хотел взять сначала электротрактор но у нас он есть но нравится мне электротрактор и просто потом думал что надо быть полным психом и взять фиатика который 25 км сейчас есть но он страшненький а вот этот вот красивый и он по умолчанию оранжевый поэтому тут все хорошо я не знаю наверно контрактов 5 всего сделал он наездил 281 километр единственное вот его заправлять часто приходится но это ладно небольшая проблема ну и по поводу обновлений техники вроде как все если что вспомню я еще покажу сейчас была ночью и поэтому все стоят спят погнали дальше по производством по территориям посмотрим что у нас еще новенького появилось и как у нас вообще дела обстоят по поводу до садов я остановил производство компоста она вроде как мне не сильно здесь надо его еще до хрена он расходуется не очень быстро по поводу садов тут все в принципе нормально вот удобрение надо будет завести сейчас яблочек по нас собиралась я вот кстати садового робота здесь поставил таки что-то руками мне впадло было все это делать мне тут написали что есть подправленные вот эти сады где вот этот садовый робот есть как у кокосов да вот здесь вот сверху вот такой вот классный но я что-то отказался на самом деле но он понятно почему он здесь есть а там его нет потому что здесь пустая площадка пустая территория а в яблочном саду он стоят какие-то столбы посередине и лестницы поэтому но понятное дело что это так не работает но на самом деле как-то повезло мне грамотные этого робота поставил можно даже сейчас выгрузить эти самые яблочки если вот мы его запустим он вполне себе нормально там сгружает и вот этого тоже можно запустить вот не уследил я за яблочками 3 не ставил 3 поддона здесь оказались но их можно в принципе руками сгрузить это не проблема 3 поддона это не страшно во и все вот эти садовые роботы в принципе они медленно вот так вот толкают но она по крайней мере успевает сюда залететь и смотрите 630 стало и сразу как свет включился браво 19 ферма самое классное если в 22 будет такое же дерьмо это будет просто провал ну и вот в общем то этот садовый робот вот так вот медленно толкает и здесь медленно вот так вот исчезают эти самые поддоны на начинают они насыпаться и все четенько бывают иногда косяки например вот один перевернулся и вообще в текстуре оказался но там один поддон потом можно будет и ручками затащить право сейчас нормально работает хотя конечно намного удобнее сделано вот у этих вот садовых роботов можно в принципе тоже выгрузить и его тоже запустить и пускай сбрас хотя я еще сохраняться не буду друзья я думаю что проведу небольшой стримец на котором позанимаемся обслуживанием производств всех правда этот стримец уже прошел потому что вот сегодня вторник если верить надписи с правом верхнем углу и во вторник собственно стрим и был да вот далее друзья из территории я еще купил заправку чтобы заправлять здесь технику отвез сюда 18 кубов топлива уже пользовался этой заправкой но честно говоря по автодрайву что-то у меня сама не заправляет технику поэтому скорее всего поставлю какую-нибудь модовую куда-нибудь и буду ей пользоваться есть такая вероятность посмотрим мы погнали на нашу промзону посмотрим как дела у нас там правда туда добраться тоже геморройное занятие там в общем то тоже довольно много новых производств появилось и лес пилился начнем друзья наверное прямо вот отсюда только я пробежал мимо вот значится начал я выпиливать вот здесь вот лес уже потихонечку и сегодня придется продолжить это все дело все это занятие скорее всего попилим еще сегодня на стриме потому что доски довольно быстро перерабатываются и бревна заканчиваются вот в общем то ничего нового давайте посмотрим чего у нас тут вообще происходит ну во-первых досочки до производства и остановлена потому что закончились бревна но слава богу здесь большой запас досок и расходуются они не так быстро как могли бы далее по поводу планок производство крайне медленные увы тут от 20 планок есть и даже этого сейчас не хватит на строительство которое у нас ближайшие запланировано по поводу золото перерабатывающий вот этой хреновины один раз забилась уже галька 200 кубов здесь и вмещается я ее вывез и продал за копейки потому что ее больше девать некуда вот еще наверно песочка я сюда закинул трохи и водички закинул общем то тоже можно будет пару прицепов сюда сегодня закинуть и песка и воды по поводу камни дробилки она у нас уже давно установлена здесь топлива у нас закончилась также отсюда надо будет вывести известь я ее уже вывозил отсюда известь у нас своя она хранится на базе и пополнялки которые у нас стоят их можно в общем-то ими уже не пользоваться будет также карбонат кальция надо будет в принципе все отсюда можно будет повывозить надо будет только разобраться что куда также друзья у нас здесь стоит производство поддонов поддоны делаются относительно быстро и пока что нигде толком не используется кроме наших садов поэтому тут производство забивается довольно быстро можно будет их вывести тоже на сады перевести и потом радоваться жизни новая хреновина у нас вот такая вот здесь тоже появилась а это у нас производство бумаги бумага делается из воды и щепы по моему до из воды и щепы я его не так давно поставил она не так быстро работает как хотелось бы но в общем то все хорошо пускай делается у нас бумага склады я пока тоже не ставлю потому что пока переизбытка чего-либо у нас нету еще такая вот хреновина стоит она выглядит точно также как производство бумаги но это производство дсп дсп делается из клея и из той же самой щепы дсп нам потребуется для строительства уже есть 28 кубов дсп по два куба в час производство идет только недавно смог его запустить потому что не было клея но сейчас клей появился поэтому все хорошо чипу мы берем вот отсюда с лесопилки здесь ее копится довольно немаленькое количество а также я поставил еще щеподробилку прямо здесь она вот так вот выглядит сюда доски уходят мы наверное тоже сегодня запустим еще раз пускай сделать щепу щепа лишней не будет плюс ее можно хранить если что прямо в элеваторе так что проблем с этим нет погнали на вторую нашу зону тогда еще тоже глянем там у нас завод клея уже построился я не помню в прошлой серии вам показывал я начинал строительство или нет но в общем то 40 часов он строился а я время почти не мотал одну ночь его перемотал поэтому скорее всего я вам показывал общем то такой завод клей у нас построился здесь сюда мы привозим смолу уголь и карбонат кальция да да вот карбонат кальция закончился сейчас надо будет его сюда привести такая вот штука внутри стоит можно почитать где чё надо где чё не надо клея есть 27 кубов его вы здесь можно только в контейнерах выгружать и поэтому я ждал пока 25 кубов накопится чтобы начинать производство дсп в общем то можно будет 2 тоже выгрузить на это самое дсп отправить и справа у нас есть еще площадка для строительства здесь у нас по-моему гипсокартонный завод до завод гипсокартона для его строительство нужны смола доски планки и дсп планки я потихоньку подвозил по мере их выработки но в общем то сейчас можно будет еще закинуть всего 40 кубов надо доски смолу я сразу отвез потому что у нас этого прямо в достатке и надо будет еще дсп сюда 40 кубов отвести чем мы собственно и займемся сегодня на стриме это или точнее занимались во вторник на стриме да а также друзья пока были деньги я еще прикупил несколько территорий и кое-что там поставил так что я вам сейчас покажу к надо туда как-нибудь добежать вот смотрите во первых здесь у нас карьер гравия он какой-то не очень удобный что боговалась у меня здесь фрезой этот гравий забирать и стоил он миллион и он нам принципе то не сильно нужен может быть я его продам возьму потом какой-нибудь другой подешевле и может быть не такой забагона будет а также я здесь сразу разместил два заводика их тоже надо будет строить и ресурсов у нас пока что нихрена шинке нету и не скоро появятся но по-крайней мере уже все размечено и надо будет покупать территорию и не надо будет покупать эти сами заводы значит смотрите здесь у нас по ум цемент на завод стоит до строительства цементного завода для его строительство нужны доски гравий песок это я в принципе все отвез потому что есть а также нужны планки и гипсокартон планки у нас пока что производится для строительства завода гипсокартона, или какой там завод у нас строится, ну да, а сам гипсокартон ну, производится на том заводе, который еще не построен, поэтому эта хреновина у нас тоже не скоро построится, но, по крайней мере, уже есть зачатки, скажем так, зачатки строительства, по крайней мере, понятно, где и что будет находиться. А также, друзья, справа я поставил еще и сталелитейный завод, его построить будет еще тяжелее, чем цементный, понятное дело, что здесь нужны доски, которые я отвез, ДСП у нас, ну, появится скорее всего быстрее, чем даже построится завод, который слева стоит, гипсокартон здесь также нужен будет, но еще цемент, ЖВ-блоки и брусчатка, которые у нас будут на цементном заводе производиться, поэтому это дело у нас тоже появится не скоро. И по факту, из того, что нужно строить вот эти вот заводы, которые строительные, фабрики стройматериалов, у нас все будет стоять. Это уже последний, шестой, но и по лесному хозяйству то же самое у нас все есть. А, еще бандарню мы не поставили, но бандарня нам пока что не сильно нужна. Из досок производите бочки. В принципе, можно его будет в любой момент поставить и забить. Может быть, я это и сделаю. Рано или поздно бочки-то понадобятся. То есть, по факту мы уже можем прям все строить. Но есть на карте еще для строительства много заводов. Во-первых, нужно будет покупать стекло. Где-то оно для строительства тоже понадобится. Медный завод понадобится, потому что там где-то медные проволоки понадобятся для строительства и так далее. Но эти заводы уже стоят на своих местах, поэтому все нормально. Алка металл где-то тут находится. Да, Алка металл. Наверное, правильно называется. В общем-то, это еще не все и на это уйдет куча времени. Есть вообще на эту карту замечательный гайд в PDF формате и там все написано. Все вот эти цепочки, что зачем идет, что куда возить. Там все прекрасно. Единственное, там довольно много информации. Там, по-моему, 650 страниц и многим может это не понравиться. Он на английском языке. Но все нормально. Вот. По поводу дальнейших планов развития на этой карте. У меня пока особо сильно этих планов нету. Деньги мы пока получаем в основном с контрактов. Вот тут уже взят сбор урожая. Лук на 77 поле. 77 это довольно большое поле. Плюс там с остатков много будет. Вообще, если посмотреть финансы, то вот на покупки участков много денег уходит. Вот 3 миллиона, например, ушло в последний день, когда я все это замутил строить. Продано тюков. Вот тут есть, но это излишки тюков. Доходы от продажи урожая. Это все излишки урожаев с контрактов идут. То есть, свои я пока урожая еще не продавал. Кстати, у нас довольно много лежит на складе. И плюс с кофе я хрен знает, сколько мы соберем. Ну и сами доходы по контрактам вот 2,5 миллиона за сутки. Но там были жирные контракты на посев по полмиллиона и на уборку были жирные и все такое. Да, еще целый день был дождь, который мешал убирать это все дело. Убирать урожай. Но в ближайшее время дождей не предвидится. Поэтому все нормально. Как-то вот так, друзья. Короче, кому нравится такая вот херня или там есть какие-нибудь вопросы такого плана ролики, то пишите, конечно, комментарии свои. Про лайкусики тоже не забывайте. Спонсорам огромнейшее спасибо за поддержку. На канал, кто не подписан, подписывайтесь, потому что и Золотой Колос скоро будет, и розыгрыш 22 фермы уже, наверное, меньше, чем через месяц будет. Я уже процентов на 50-70 готов к нему. Так что, чтобы не пропустить это все дело, тоже подписывайтесь. Ну и стримы, чтобы не пропускать. Ну, короче, вы все прекрасно знаете. На этом у меня все. С вами был Никита Дилой. Всем огромное спасибо за просмотр и всем пока-ки. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова